Продолжим морфологический разбор суры «Аль-Фатиха» открывающей. Мы остановились на айте «Сырата лизина ан-амта алейхим» путем тех, кого-то благодетельствовал. Сырата мы уже разбирали это слово на прошлом уроке, поэтому перейдем к следующему слову «Аль-Лизина». «Аль-Лизина» — это у нас «Исман маусулин» — «Относительное местомение» — «Мабнион» — «Слово с неизменяемым окончанием» и посему не будет рассматриваться науке «Сарф». «Ан-Амта» — «Ан-Ама» — это фи'улин ма'дан — глагол прощечего времени. «Аля возни аф'ала» — по модели, по форме, по шаблону «Аф'ала». Образован от трехбуквенного глагола «На'има» и «Ан-Ама» путем добавления «Хамзы» в начале. «Ан-Ама» — «Ан-Ама» — «Ан-Ама» — «Юн-Ама» — «Ин-Ама» — «Аф'ала» — «Юф'алу» — «Иф'алан» — «Каля сахабу дурлил-масун» Автор книги «Ад-Дурлил-масун» — «Рахима Аллах» говорит «Валь хамза туфи «Ан-Амта» лиджа'али шей сахиба ма сио минх» «Хамза» в начале глагола «Ан-Ама» указывает на то, что упоминаемое лицо или предмет становится обладателем того, от чего данный глагол образован, т.е. обладателем значения корня, от которого этот глагол и образован, т.е. «Литта Адет» указывает на непереходность. «Яни», например, «На'има Зейдун» — «Зейд был в благоденствии» «И ан-Амту Зейдом» — «Я облагодетельствовал Зейдом», т.е. дал ему некоторые блага, сделал его хозяином некоторых благ, подарил их ему, например. Здесь мы не скажем, как можно так говорить, как такое подобает и т.д. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит своему пророку, Наби А.С. «И вот говоришь ты тому, которого облагодетельствует Аллах, и ты облагодетельствовал. И ты облагодетельствовал которого», и т.д. «Ан-Амту Зейдом» — «Яни джа'антуху сахиба ниамты» «Я сделал Зейда обладателем благоденствия», т.е. обладателем ниамты блага, от которого и образован глагол «Ан-Ама» — «наделять благом». Если у нас глагол «Ан-Ама» является переходным, то есть не нуждающимся в предлоге родительного падежа, значит он может, или дословно говоря, имеет право быть переходным к прямому дополнению или маф-у-любихи напрямую, без посредства харфу жара, без предлога родительного падежа. Однако в этот глагол вложили смысл глагола «Тафаддула» в значении «проявлять милость», «проявлять милость», «благослонность». И поэтому он стал переходным так же, как и он, т.е. этот глагол. Т.е. глагол здесь «Яхтаджу фитта аддит ли харфу жара» глагол «Тафаддула» нуждается в переходности в харфу жара, в предлоге родительного падежа. «Факазайли кайкуны льфа'ли льды думмина ма'наху». Значит также в харфу жара, т.е. в предлоге родительного падежа будет нуждаться и глагол «Ан-Ама», использованный в значении «Тафаддула». Автор тасрифа «Аль-Бахр-Аль-Махид» Ибн Ахайян упомянул то же самое. Он говорит «Зада» «Ан-Ама алейхи ани баалага фиттафаддуле» Т.е. значение «Ан-Ама алейхи» это проявило чрезмерность в благосклонности к кому-то. «Ан-Ама» это фиалун, суласийун, мазейдун, бихарфин, сахихун, салимун. Трёхбуквный глагол с добавлением одной буквы в начале «Ан-Ама алейхи» то есть которую не уделяют в потоке речи. «Здоровый» – правильный глагол. «Ан-Аль-Хамзе» так как «Амзе» здесь добавочная буква, а не корневая. «Ан-Амта» мы отдельно поговорим об этой теме отдельно в другом месте, возможно, в комментарии книги «Ат-Тасриф» «Ал-Ай-Хамзе» «Ал-Ай-Хамзе» каждое из этих двух слов – это слово «Мобнис» слово с неизменяемым окончанием. Так, первое «Ал-А» это «Харфуджар» предлог родительного падежа, а второе «Хум» это «Дамирн» а значит оба эти слова, как слова с неизменяемым окончанием, не будут здесь рассматриваться. «Ал-Ал-Ай-Хамзе» «Ал-Ай-Хамзе» 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 «Ал-Ай-Хамзе»